Всем привет. Сегодня у меня P10 с тактильной кнопкой. Выключаем. Все это напоминает A4. 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 Отключаем дисплей. Наверное можно сразу попробовать. Включаем. 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 Оригинальный дисплейный модуль. Сработал датчик. Включаем. Включаем батарею. Мне кажется батарею снимать не надо. Потому что шлейф дисплейного модуля у нас идет не под батареей. как видите. Поэтому это немного облегчит задачу. Нижний модуль нам придется снять. Включим свет. Сразу смотрим что за винты. Включаем. 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 аппарат. Я уже. Чтобы нагрелся. тег. Увидимся. Да! Динамик. Увидимся. Что у нас тут. Ни разу не менялось, но по десятом. Поэтому максимально осторожно все стараемся делать. Ну все, вот он шлейф, вот оно отверстие. Ставлю теперь на сепаратор и разогреваем. Сепаратор у меня уже нагрет. 102 градуса. Вон на нем вижу две минуты. Я думаю вполне достаточно будет чтобы снять дисплейный модуль. Посмотрим на чему он держится, чем проклеен. Ставлю на паузу. И так друзья, продолжаем. Субтитры делал DimaTorzok Да, жестко. Очень мягкая рамка боковая гнется сразу. Хорошо. Хорошо. Судя поэтому проще стекло заменить. Защита динамика. Очень не хочется крошить. Придется подогреть феном. Продолжение следует. Продолжение следует. Довольно серьезно нагрел. Прям не хочет нижняя часть отклеиваться. Продолжение следует. Продолжение следует. Силикон достаточно жесткий. Все проклеено. Как и на новом модуле. Подсветка. Драйвера. Тач. Термоскотч. Вся ерунда. Все на месте. Отодрали. Подбираем остатки скотча. Точнее силиконом. Чувствуется очень крепкий материал. Где бы его достать такой, чтобы на него уже не посадить. Остался кусок стекла. Подбираем остатки скотча. Спирт. Чищает поверхность. Грязь и пыли. Которая просочилась во время пользования телефоном. Вот так. В общем-то очищается не сложно. Сложнее было снять дисплейный модуль. Выведу очень прочного силикона, на котором он посажен. Вот так. Давайте примерим. Однозначно сажать будем на клей. Перетаскиваем прокладку передней камеры. Продолжение следует... Здесь наверное проще будет нанести клей на сам дисплейный модуль. Потому что слишком тонкая рамка. Сюда мы его просто... Да и здесь в принципе места маловато. Упор сделан на верхнюю и нижнюю части. Смотрите конечно тут видно сразу. Сюда тоже сейчас постараемся нанести. как можно аккуратнее. Потому что... Сюда обычно вывозит клей. Сюда обычно вывозит клей. Так... Так... Нажимаем? Продолжение следует... Продолжение следует... Так, ставим обратно, собираем обратно нижний модель. Продолжение следует... 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 Застегиваем шлейф. Так. Ничего не забыли. Застегиваем батарею. Одна небольшая деталь. Камера у нас осталась на каркасе. Переносим её. Ставим заглушки. Застегиваем. Застегиваем. Перепутал. Сделать это не сложно. Заглушка дисплея. Кстати, на ней написано LCD. Сразу не заметил. Заглушка шлейфа нижнего модуля. Заглушка шлейфа нижнего модуля. Заглушка шлейфа нижнего модуля. Пристегиваем шлейф. Теперь ставим телефон на сепаратор. Нагреваем ещё раз полузасохший клей, на который мы посадили дисплейный модуль. И ставим на зажим. В последнее время я делаю так. Ускоряется тем самым процесс склеивания. Ставим сепаратор. Как видите 100 градусов. Разогреваем. Разогреваем. Дисплей немного отклеивается. Это и нужно. Я думаю до двух минут оставить. Сам раз. Дисплей начал немного отходить. В принципе это и нужно. И в это время мы ставим его на зажим. Отличное качество. Минум 30 стоял у меня на зажимах. Всё склеилось. Супер. Всем удачи друзья. До новых встреч. Янов. Подписывайтесь. Субтитры сделал DimaTorzok